МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на телеканале Хабар 24 в студии Батакоса Аркулова. Здравствуйте. Сегодня в Восточно-Казахстанской области вступают в силу новые карантинные ограничения. На трассах между городами установили 13 санитарных постов и еще 7 в Усть-Каменогорске. Зеленый коридор открыт для поставщиков продуктов и сотрудников предприятий и коммунальных организаций, которые напрямую отвечают за обеспечение стабильной жизнедеятельности области. ВКО также сократят количество железнодорожных и авиарейсов, чтобы не допустить рост заболеваемости. Данные меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Напомню, за минувшие сутки в области выявили 252 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель в стране и почти половина от общего количества выявленных в Казахстане за 31 октября. Напомню, это 465 человек. Всего в республике на сегодняшний день подтверждено 112 418 случаев ковид. Также за прошедшие сутки, по информации Минздрава, 90 казахстанцев победили коронавирус. Больше всего выздоровевших в столице – 28 пациентов. Таким образом, количество излечившихся в стране достигло 106 400 человек. О событиях в мире. Второй за год полный общенациональный локдаун из-за коронавируса объявили власти Англии. С четверга людям разрешено покидать свои дома только по определенным причинам. С подробностями наш лондонский корреспондент Галамжан Караманула. Правительство Великобритании приняло решение ввести карантин чуть меньше, чем на месяц. С 5 ноября по 2 декабря. Он будет действовать только на территории Англии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии будут свои ограничения. Причины введения локдауна все те же, что и весной. Больницы не справляются с наплывом пациентов. Система здравоохранения перегружена. В отличие от мартовского локдауна, в этот раз останутся открытыми школы и университеты. Будут работать только продуктовые и аптеки. Остальные магазины будут вынуждены закрыться. Пабы, бары и рестораны должны быть закрыты. Они смогут работать только на вынос. Люди продолжат ходить на работу только в том случае, если невозможно работать удаленно. Например, в строительном и производственном секторах. В остальных случаях – переход на дистанционную работу. Правительство продлит программу оплачиваемого отпуска. До конца карантина будет выплачиваться 80% зарплат. Есть надежда, что локдаун снизит нагрузку, стабилизирует ситуацию. И это позволит британцам отпраздновать католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, со своими семьями. Лондонцы, судя по проведенному опросу, считают новые ограничительные меры необходимыми. И восприняли их нейтрально. Возможно, это необходимо. Возможно, это не то, что многие хотят. Борис Джонсон, вероятно, не хотел принимать это решение. В конце концов, нам просто придется это сделать. В противном случае Рождество придется отменить. Я думаю, что локдаун был введен слишком поздно. Мне кажется, что он должен был случиться еще раньше. Великобритания сегодня имеет самое большое количество погибших от COVID-19 в Европе. Новый локдаун объявлен в день, когда общее число заражений превысило миллионную отметку. Всего в Соединенном Королевстве от коронавируса на сегодня умерло более 46 тысяч человек. А Испанию охватила волна протестов. Демонстранты выступают против карантинных мер, введенных правительством из-за коронавируса. Так, на одной из главных улиц Мадрида произошло столкновение между протестующими и сотрудниками правопорядка. Полицейским пришлось стрелять холостыми патронами, чтобы разогнать яростных демонстрантов. Те, в свою очередь, поджигали мусорные контейнеры и бросали камни. К слову, аналогичные протесты прошли в Барселоне, Валенсии и других городах. Напомню ранее, правительство Испании ввело в стране режим ЧП до начала мая следующего года. По новым правилам, в регионах действует комендантский час и ограничения на поездки. Локдаун ввели и в Греции, но частичные в течение месяца в стране не будут работать заведения общепита, музеи и театры. Также в Греции будет действовать комендантский час с 12 часов ночи до 5 утра. По новым правилам, ношение масок станет обязательным как в помещениях, так и на открытом воздухе. Половина работников предприятий должны перейти на удаленную работу. Работать продолжат промышленные предприятия, школы, отели и парикмахерские. Новые правила вступят в силу с 3 ноября. Долгое время ситуация в стране была стабильной, однако сейчас число зараженных коронавирусом стремительно растет. Ученые предупреждают, что это может пошатнуть нашу систему здравоохранения, поэтому нужно действовать как можно скорее. Другим темам. Число жертв землетрясения в Измире увеличилось до 49 человек. Об этом сообщили в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Пострадали почти 900 человек. Пострадавшую провинцию посетил Реджеп Тайпердаган. Он осмотрел разрушенные стихии района и встретился с семьями погибших. Напомню, 30 октября в турецкой провинции Измир произошло землетрясение силой 6,6 балла, после которого произошло больше 600 авторшоков. Свыше 5000 специалистов задействованы в поисково-спасательных работах. Во французском Лионе неизвестно открыл стрельбу у православной греческой церкви. В результате был ранен священник. Пострадавшего госпитализировали, он в тяжелом состоянии. Сообщается, что нападавший выстрелил дважды, когда священник закрывал дверь в церковь. По информации местных СМИ, подозреваемый на данный момент задержан. Внешность мужчины подходит под описание, составленное очевидцами. Ведется следствие. Мощный тайфун Гони накрыл Филиппины. Стихия ударила по острову Лусон, где расположена столица Манила. В регионе идут проливные дожди, а скорость ветра достигла 225 км в час, сообщает Рейперс. Из-за непогоды местным властям пришлось эвакуировать порядка миллиона жителей. По прогнозам синоптиков, Гони пройдет над районами с очень высокой плотностью населения. Сейчас тайфун движется на юго-запад со скоростью больше 25 км в час. И вновь о событиях в нашей стране. 102 жителя Жиловойского района от Раусской области в этом году получили гранты, чтобы начать свое дело. Как работают стартап-проекты во время карантина, узнала Алия Жамитова. Жейна Гульби-Симбаева с детства занималась шитьем. В прошлом году девушка выиграла грант в размере полумиллиона тенге через районный центр занятости. Говорит, что он ей помог еще больше приблизиться к детской мечте. Каждое изделие она шьет с душой и любовью. Не так давно дизайнер открыл учебный центр, где сейчас обучают девушек своему любимому ремеслу. На сегодня у меня прошли обучение 22 девушки. 12 из них успешно открыли свое дело. В настоящее время учатся шить еще 10 девочек. Я собираюсь помочь им в трудоустройстве, а также расскажу о том, как открыть бизнес. 8 девушек, которые обучились у меня раньше, выиграли грант и занялись предпринимательством. Сегодня же Инагуль обеспечивает работы и жители своего района. Помимо одежды она наладила производство обуви. Мечта молодого дизайнера – повысить спрос на отечественную продукцию. В планах у бизнесвумен открыть большой швейный цех. К нам поступают обращения от жителей всего района. В связи с тем, что количество желающих открыть бизнес растет, мы дополнительно запросили финансирование из областного бюджета. Если средства нам все же выделят, планируем выдать сельчанам 102 денежных гранта. Всего с начала года в Жилойском районе безвозмездные кредиты в размере 555 тысяч тенге получили 102 человека. В целом в Жилойском районе по государственной программе «Ямбек» в этом году 16 человек получили кредиты под низкий процент. 14 жителей района оформляют необходимые документы на получение кредита. Алья Жамитова, Амантай Матенов, Жандос Рахметолин, Хабар-24, Атырауская область. А в Ахтубе из-за большого количества желающих заниматься водными видами спорта не хватает мест в бассейнах. Большинство подобных спортивных объектов переполнены. Чтобы решить проблему, планируют начать строительство нового бассейна в микрорайоне Нур-Ахтубе. Кроме того, все строящиеся сейчас физкультурно-оздоровительные комплексы в районах возводят с бассейнами. А в перспективе лучшие из воспитанников сельских спортивных школ смогут тренироваться в областном центре на базе интерната имени Есет-Батыра. Биг Султан Жунысов в свободное от учебы время занимается плаванием. Мальчик рад, что смог пройти отбор и записаться в секцию. Но так повезло не всем его сверстникам. Места в бассейне ограничены. Школьник призер нескольких соревнований, поэтому хотел бы чаще тренироваться. Но из-за большого количества желающих заниматься водными видами спорта этот вопрос пока не рассматривается. Мы приходим в бассейн в 8.45 и тренируемся до 12 часов. Было бы хорошо, если бы мы больше занимались плаванием. Это закаляет здоровье и мы могли бы больше готовиться к будущим соревнованиям. Бассейн Достык, который посещает мальчик, построен по международным стандартам. Сейчас в спортивной школе занимается 500 человек. А после карантина объект смогут посещать максимум 800. Очень много желающих посещать бассейн как со стороны тех, кто хочет заниматься плаванием профессионально, так и просто любителей. И с каждым годом их количество увеличивается. Начиная с 7-8 часов утра до 9 часов вечера наш бассейн не пустует. Помимо школьников у нас занимаются жители города. Абонементы приобретают пенсионеры, люди с особыми потребностями. Здесь 10 дорожек, делим их. Для каждой группы занимающихся выделяем определенные дорожки. Таким образом выходим из ситуации. В областном центре 13 бассейнов. 10 из них в частных руках. Остальные на балансе управления физкультурой и спорта и образования. Свободных мест в них нет. Проблему нехватки бассейнов в областном центре будут решать постепенно. Если говорить о бассейне Достык, то на него поступило заявка 850. Из них мы только смогли отобрать 250 детей, те, которые пошли первый этап. Теперь будет второй этап отбора, где мы еще уменьшим количество занимающихся. Ввиду того, что сам бассейн переполнен. Исходя из этого, мы понимаем, что нам еще требуется бассейн, строительство бассейнов, что есть в планах. Сейчас на самом деле город занимается разработкой ПСД бассейна в Нур-Сити. В планах специалистов также расширить спортшколу Достык и построить там еще и 25-метровый бассейн. Кроме того, планируется строительство 50-метрового бассейна в школе-интернате имени Есет Батыра. Наталья Салькова, Анорбек Морзатайулы, Булат Молдагалеев, Актубе, Хабар-24. И еще о спорте. Казахстанцы успешно выступили на вечере профессионального бокса в Атырау. При этом для троих спортсменов это был дебют в профи. Так, чемпион мира и лидер казахстанской сборной Бигзат Нурдаулетов отправил опытного танзаница Ибрагима Маакулу в нокдаун уже в первом раунде, а во втором одержал досрочную победу. Еще один лидер национальной команды Аблайхаджу Супов выиграл решением судей. Оба казахстанца будут представлять нашу страну на Олимпиаде. Национальный Олимпийский комитет разрешил им участвовать в профи из-за простоя в любительском боксе в связи с коронавирусом. Победой отметился и дебют Данила Семенова, который побил Мусу Аджибу из Малави в четвертом раунде из шести. Досрочно выиграл свой поединок и Евгений Павлов, для которого это уже вторая победа нокаутом из двух на профессиональном ринге. В главном бою вечера чемпион Азии Бектор Магомбет оказался сильнее Абдаллаха Пази и Танзании. Противостояние продлилось все шесть раундов. Для африканского боксера поражение стало восьмым за 36 поединков. Казахстанец выиграл свой второй бой в профи из двух. А российский гонщик Астаны Александр Власов финишировал шестым на одиннадцатом этапе испанской вуэльты. Спортсмен смог отыграть время у нескольких соперников. В общем зачете Власов сохранил 15 место, но приблизился к десятке сильнейших, сократив разрыв до двух минут. От лидера многодневки Прима Жароглича он отстает на 6 минут и 47 секунд. В рейтинге самых молодых гонщиков россиянин занимает третье место. Также третья позиция у астанчан в командном зачете Гран-Тура. 1 ноября официально завершается сезон работы городского велопроката. Сегодня велобайки заблокировали и увезли с улиц столицы. Напомню, из-за карантина сезон начался в мае. Это позднее, чем обычно, но от этого число тех, кто выбирает экологически чистый транспорт, меньше не стало. Напротив, период пандемии велобайки были очень популярны, в основном среди мужчин. Услугами железных коней воспользовались больше 14 тысяч человек. И это только те, кто не брал велосипеды в аренду раньше. В общей сложности жители и гости столицы на велобайках проехали больше полутора миллионов километров. Цена на абонемент была 10 тысяч тенге за сезон. Для тех, у кого есть льготы, вдвое дешевле. Всего для любителей прокатиться с ветерком в этом году были доступны 155 велостанций. Это порядка 900 велосипедов. Мы планируем на следующий год на 25 станций увеличить в городе, где это необходимо будет. В обратном среде, конечно, будем везти. И, соответственно, велосипедов еще на 300 увеличат. Я думаю, если нас поддержат в этом плане, я думаю, пользователи будут только рады этому. В целом, по стоимости, если говорить о на стоимость, никогда не будет меняться. В прошлогодних сезонах как раз-таки вопросы стояли о том, что иностранец, если приезжает, почему он там будет в два раза больше платить и так далее. Мы, соответственно, решили сделать по аналогии, если в общественном транспорте иностранец оплачивает также по 90 тенге, соответственно, за велосипеды он тоже оплачивать должен не так же, как и наши жители. И к этому часу у нас все. Увидимся.